Всем большой привет! Сегодня я хочу с вами поделиться, каким образом я готовлю яйца пашот. Этот рецепт для тех, у кого не получается яйца пашот классическим образом. То есть, когда мы закипятим воду и закручиваем спираль в воде, иногда добавляется в воду уксус, чтобы яйцо быстрее схватилось. Для такого способа нужна определенная сноровка, чтобы оно получалось красивое. Я готовлю иногда и классическим образом, но в большинстве случаев хочу вам показать, как я делаю быстро и беспроблемно. Они всегда получатся у вас. Почему? Потому что мы для этого будем использовать вот такую вот пленочку. В два слоя берем какую-то миску, пиалку. и в два слоя выстилаем туда пленку. В два слоя делаем на всякий случай, чтобы оно не порвалось. Так, и еще одно. Ну, вообще, таких заготовок делаем, конечно, по количеству яиц, которые вы хотите приготовить. Вот, в два слоя делаем пленочку. И я для удобства делаю вот в такую пиалочку. И берем буквально пару капель оливкового масла или обычного растительного. и смажем одну и вторую пленку, заготовку. Это для того, чтобы потом яичко было легко достать. Ну, собственно говоря, берем яйца и аккуратно разбиваем. Чтобы не повредить желточек. Кто любит, можно добавить еще перчика. Я вот себе добавлю перчика немножко, черного молотого. И теперь нашу заготовку просто закручиваем так в пленку, чтобы она не развязалась. Как бы выпускаем немного с нее воздух и закручиваем произвольно вот один край. Все, вот такие вот заготовочки, мешочки. получились у нас. Осталось их отправить в кипящую воду. У меня вот тут на плите уже закипел литр воды. Берем наши заготовки и ставим. Ставим вот так вот в воду. Вода кипит. Засекаем. Засекаем 3-4 минутки. И все, пусть они варятся. Вот, прошло 3,5 минутки. Берем наши мешочки с яйцом. Я достала через 3,5 минутки яйца и опустила их немного в холодную воду, чтобы можно было развернуть. Ну и все. Осторожно, стараясь не повредить желток, который там остается жиденьким. Вот и все. Быстренько и просто. Я дольше вам рассказывала, чем делала. Готовится вот такой вот завтрак полезный. Желточек там остался, как и положено. Жидкий. Можно вкусно и полезно позавтракать. Попробуйте, приготовьте яичко таким способом. Очень легко, быстро получается. Вот, посмотрите, это вообще мне удалось достать идеальной формы, кругленькая. В общем, для тех, у кого не получается яйцо пашот обычным способом. Вот замечательный вариант быстренько приготовить такое яйцо.